Выращивание орхидей может стать делом всей жизни. Некоторые энтузиасты даже учат латынь, чтобы правильно называть своих любимец. В чем же секрет очарования этих необыкновенных цветов? Орхидеи чрезвычайно разнообразны. В дикой природе их около 25 тысяч видов, плюс более 100 тысяч искусственных гибридов. Под словом «искусственный» не подразумевается, что ботаники создают эти цветы в пробирке, просто их выводят в процессе перекрестного опыления. Как дикорастущие, так и выведенные орхидеи бывают самых разных размеров, но мельчайшие нужно смотреть сквозь лобу. Орхидеи обычной величины умещаются на подоконнике. Самая же крупная орхидея, растущая в Индонезийских лесах, весит около 500 кг. Каких только не встретишь раскрасок и форм? Иные можно легко принять за пчелу, мотылька или птичку, а иные не похожи ни на что на свете. Но все они просто пленяют взор, особенно ценителей. Раньше эти восхитительные цветы были доступны лишь состоятельным людям, теперь же их могут себе позволить и люди более скромного достатка. Давайте посмотрим, как их выращивают. Орхидеи восхищают человека уже веками, однако разводить их цветоводы научились лишь сравнительно недавно. В 1856 году рассыл первый искусственный гибрид. Выращивание этих прекрасных, но капризных цветов огромный труд. Семена орхидеи очень мелкие, пылеобразные. Их трудно высадить, но еще труднее заставить расти. Десятилетиями цветоводы, экспериментировали с проращиванием семян, пробовали разные условия и среды. И только в 1922 году Льюис Кнутзен, ученый из Корнеллского университета в США, заметил, что эти семена быстро прорастают в воде с добавлением сахара и агар-агара. И уже вскоре любители орхидей вовсю занялись выведением гибридов. Эта орхидейная лихорадка продолжается и по сей день, ежегодно продолжая новые и новые гибридные сорта невиданной красоты. Но ближе, чем орхидеи стали разводить искусственно, они прекрасно росли и размножались в природе. Как появляются гибриды дикорастущих видов? Когда неподалеку друг от друга цветут два или несколько родственных видов орхидей, может возникнуть естественный гибрид. В природе опылителями служат насекомые, птицы. Когда они касаются цветка в поисках нектара, к ним прилипает пыльца и переносится с ними на следующий цветок. В результате происходит оплодотворение и появляется плодик-коробочка. Со временем плодик созревает и раскрывается, высвобождая тысячи, даже миллионы микроскопических семян, которые падают на землю или уносятся ветром. Обычно семена прорастают и переживаются очень плохо и лишь немногие из них становятся взрослыми растениями. Если произошло переопыление разных видов, то возникает так называемый естественный гибрид. А как получаются искусственные гибриды орхидей? Гибрид сочетает в себе характеристики обоих родителей растений. Поэтому цветовод прежде всего решает, какие свойства он хочет получить. Например, определенный размер, окраску, полоски или крапины, аромат. Цветовод выбирает две орхидеи, которые предположительно передадут своему потомству желаемые свойства. Например, в качестве одного из исходных растений он может взять Пафиопедилум армениакум. Этот сорт орхидеи был открыт в Китае в 1979 году. Он часто передает свою насыщенную золотисто-желтую окраску гибридам, которые выводят на редкость красивыми. Когда исходные растения выбраны, селекционер осторожно удаляет с одного из них всю пыльцу. Затем с помощью палочки или зубочистки он собирает пыльцу со второго растения и аккуратно наносит на основание колонки цветка первого. Эксперименту присваивается название обоих исходных растений и записывается дата опыления. Если плодотворение происходит, в цветке наблюдается нечто удивительное. Из колонки в зависть цветка протягиваются нитевидные трубки. Зависть увеличивается и превращается в плодик, внутри которого образуются сотни тысяч мельчайших семян. Каждая из них соединена с отдельной пыльцевой трубкой. Созревание плодика длится несколько месяцев, а иногда и больше года. Затем семена из плодика перемещают в стерильный сосуд с раствором агар-агара, в который добавлены питательные вещества. Если семена прорастают, то появится молодая поростка, похожа на зеленый коврик. Через несколько месяцев все проросшие семена перемещают в один горшок. За рассадой следят и часто поливают. Потом растения пересаживают в отдельные горшки. Теперь главное набраться терпения. Прежде чем орхидея зацветет, может пройти несколько, а то и более десятка лет. Только представьте радость цветовода, когда расцветает орхидея, которую он выращивал с таким трудом и любовью. Если получится новый гибрид, его регистрируют и выбирают для него имя, которое будет входить в название последующих пресс, введенных от него гибридов. Бывает, что цветовод находит на редкость удачное сочетание, которое в среде любителей становится сенсацией. За это он может удостоиться награды и получить большие деньги. Итак, чтобы вырасти прекрасную орхидею, требуется немало времени терпения. Тогда сколько же любви и труда вложил великий творец, бог Иегова, чтобы создать все живое. Каждое растение он снабдил неповторимым генетическим кодом, благодаря которому и распускаются такие изумительные цветы. А мы лишь наслаждаемся плодами его непревзойденного творчества и чувствуем его любовь, среди прочего явленную в великом разнообразии орхидей. Поистине верные слова псалмопевца Давида записаны в Библии. «Как многочисленные твои дела, о Якова!» «Все это ты сотворил с мудростью, земля полна твоих произведений». Псалом 104, 24.